Одну часть решил посвятить конкретно поиску кладбища советским солдатам. Искал два дня. Сначала попал на громадное кладбище, которое состоит из католических захоронений, старых захоронений, несколько веков, еврейское захоронение, православное захоронение. Но воинов не оказалось. Сегодня наконец-то попал туда, куда хотел. Далеко за городом, в лесу. Но все хорошо. И дальше все видно. Такое вот очень печальное место. Это современное польское кладбище. А я иду по направлению к кладбищу советских воинов. Нашел уже могилы польским воинам погибшим. Я так понял, в 20-м и 39-м году. Наших православных пока найти не могу. Будем исходить дальше. Походил по кладбищу. Посмотрел. Православное царь кладбище увидел. Проникся немножко в идеи православия. Но почему-то кладбище советским воинам, которое я говорил, не нашел. Может, дома посмотрю в интернете и найду. Все. Это все. Прошел километра 4 за город. Ну, и наконец-то попал на кусочек нашей земли православной, где похоронены наши воины, которые погибли. Наверное, освобождая этот маленький город. Очень-очень волнующий такой. Думаю, говорить тут особо нечего. Очень приятно, что все ухожено. Никакие там твари из Института национальной памяти, как у нас, не пытаются убрать могилы, осквернить. Я очень рад, что нашел это место. Пошел, в конце концов, хоть и далеко, но деды наши прошагали намного больше, чтобы освободить эту часть Европы. Я думаю, мой дед мог бы мной немножко гордиться, какой бы я ни был, раз, ну, раз, раз, раз. Ну, короче, раздолбай, скажем так. Везде стараюсь, в любой стране мира, зайти в православный храм. Ну, а если есть памятник советскому солдату или кладбище, это просто мастцы. Обязательно. Ну, так-то вот все вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok